Проблема лишнего веса у дочери открылась внезапно, признается Татьяна Мигулина. Произошло это примерно три года назад, во время летних каникул. Пятилетняя Полина резко набрала вес буквально за месяц. И если раньше мама пыталась справиться с неприятностью самостоятельно, то спустя два года стало понятно – без помощи доктора не обойтись. И сегодня масса тела Полины приближается к норме. В числе первых причин резкого набора веса своей дочери мама Татьяна назвала несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни. Питание может быть, не знаю, мне кажется, там большинство семей питаются не идеально, не так, как хотелось бы, не так, как надо по науке. Но стараемся, в принципе, у нас с детства под запретом, не знаю, к конфетам мы привыкли, не то, что привыкли, но ребенок попробовал конфеты поздно, не так, как там детки с годикой или, может, не знаю, лишь бы не плакал. Что еще? Газировки – это у нас, она и не любит. То есть с детства мы не приучили, она их и не любит. Ну, чипсы, понятно. Теперь она уже взрослая. Она, можно сказать, 8 лет, и она уже сама знает, что ей можно, что нельзя. Она уже привыкла, да, если где-то что-то хочется, то это так, немножко, ну, перебить желание. Как показывает практика, что нельзя, что можно есть, знают далеко не все дети и даже взрослые. В итоге около 20% подростков в стране имеют избыток массы тела, а около 15% страдают ожирением. В беседе со специалистом выяснилось, что основные причины детской, набирающей недетские обороты проблемы, кроются в отсутствии культуры питания и гиподинамии. Семья забыла, что такое вместе собираться за столом. То есть ребенок сам по себе, хорошо, если он поел, неважно, у компьютера, у телевизора он поел, главное, поел. Что поел, тоже мама, скажем так, мало какая мама интересуется. То ли это суп, то ли он просто взял глазированные сурочки с холодильника и их съел. Поэтому вопрос в том, что вот этот избыток массы тела и ожирения у подростков потом тянет за собой целый шлейф различных заболеваний. Во взрослом возрасте это и артериальная гипертензия, и различная гиперлепидемия, растет сахарный диабет у детей. Таким образом ребенок переходит в взрослую жизнь уже с букетом заболеваний, которые затем существенно осложняют как его физическое, так и психологическое состояние. Поэтому бороться с лишним весом можно и нужно на его ранних стадиях, что значительно лучше самочувствие и повысит самооценку ребенка. Питание должно быть рациональным, то есть это 5-6 раз в день, небольшими порциями, с обязательным завтраком. То есть ребенок на завтрак должен получать кашу, творожные какие-то запеканки, то есть сложные углеводы, которые будут давать ему энергию. Кроме того, физическая активность. То есть наши дети сели за компьютер, они забыли, что такое футбол, они забыли, что такое улица. Хотя в наше время большой выбор и спортивных секций, и бассейны, и тренажерные залы, но надо, наверное, ребенку помочь, то есть либо своим примером, либо каким-то пусковым фактором войти вот в этот образ здоровой жизни. По словам специалистов, проблема лишнего веса в подростковом возрасте решается легче, чем у взрослого человека. Этот факт еще раз доказывает, что борьбу с ожирением нужно начинать с детства, если такова и имеется при первых признаках. Но родителям стоит помнить, что лучшая стратегия – это собственный пример здорового образа жизни.